всем добро здравия ребята на обзоре саженцы ежевика ежевика без шипа устойчиво до высоких температур мороза до мінус 20-25 вона не вимерзає ця ежевика я показала у себе на ютуб-каналі саму ягоду показувала вам крупну тьомну і так же показувала як я її вирощую можна вирощувати саму цей сорт сам без шпалери без каркасника но вариант если у вас есть десь арка винограда вы можете посадить ежевику возле винограда вона садится чтобы ее хотя бы полдня была полутень если у вас такой полутени нема значит перекрывайте москитной сеткой в общем от сонца москитная тоже еще вам наговорю мали ежевика вона тоже як и малина люби влагу хорошо садить да у вас да есть место может дома достигая из каких помещений бишь есть стекает водичка отвод воды вы можете сделать значит можете посадить и там можно и без каркасника без шпалери если у вас есть место то есть денема вот таких вот ну будем говорить если вы хочете посадить и у вас нема каркасника не маш поляри просто примитивно вы ее можете сажать на участке вы можете сажать показываю вам корневую систему саженца в ежевики и зверху есть листочки отправка осень 2023 года все так же капсулируем саженцы в жидкой глини при получении саженца вы их берете и макаете опускаете в ведро с водичкой глина ця смывается замачиваете в корневин все зависит какие у вас грунт насколько у вас опыт выращивания ягодников можете опустить в корневин на час-два и совершить посадку сажать ежевику нужно сейчас я вам покажу на примере следующего саженца вот к примеру следующий саженец тут есть паган на будущий год тут есть вот почка давайте сейчас на цему подивимся а вот лучше его на всем же покажу саженцы вот значит заказчики мои мои покупатели получаете висаженец вот листя оставляю чтобы получала растение питание приживалась вы его не сажайте так как воно было посажено вы его сажайте аж заглубить надо вот эту ветку вот так вот так вот именно если кто девица цей саженец тут же вот пускается вот одна почка вторая почка вот вона вторая почка третья почка четвертая почка и уже весною следующего года цей куст будет брать силу пускать паганы потому что це тяки для питания растения отсюда буде пускать паганы их оставляйте внутри больше не оставляйте потому что надо чтоб хорошо разогнала корень чтоб корень був мощный вот идут паганы вы их можете підвязать колья ставить и так далее все зависимости где он у вас росте як вы можете ему предоставить условия жизни вот эта веточка уже весною вот в наше уже и потом зрители ежевика вообще-то рода один раз вот если пускается и по он вин на урожай следующего года уже будет на нему ягодка но чтобы лучше разогнать если у вас хуже грунт или так далее вот и вот почка вы что вот это вот маленькая почка вот все на задатке на будущий год давайте подивимся еще есть саженец вот такие вот вот такие вот есть саженец вот такие у него корень тоже вот бачим одна почка и да вот вона вот вона тут почки идут тут почки то цей саженец не надо вот так садить як він був его надо вообще окунуть в грунт вообще посадить его в грунт и вот вот так полностью чтобы вот это вот все было в грунте но вот эти вот веточки приподнимите для того чтобы они брали питание на данный момент для развития приживаемости корневой системы это все вот с макушкой должно быть в грунте вот оставляете теки хотя бы два-три листочка на поверхности ну и давайте еще поднимемся вот есть саженец вот такие вот саженец тоже бачим есть почка вот вона вот маленькая почка цей саженец чтобы нам ничего тут не поламать показываю вот тоже вариант не старайтесь сейчас если вы получите не старайтесь его сразу разделить он размножить будет это в зиму яка зима перезимуется он может погибнуть что вы делаете вы его так как есть так и сажаете и сажаете его вот первая почка вторая вот так он должен быть я вам всем ссылки поскидую вы подивитесь на видео вот так чтобы он был заглубленный сантиметров 10-12 на поверхности а вот сантиметров 25-30 это все должно быть в грунте в яме яму копайте обширно ну какие у вас туди перегной песок что есть у вас можете добавить от органику теки перегной свежий навоз нельзя потому что это все спали и в яму наливайте стики води пока перестанет упитываться в грунт и потом сажаете вот я вам показала цей саженец надо сажать вот так и еще есть у нас вот такие вот саженец вот такие вот саженец как и голии нам скажете сажать это вообще идеальный саженец едет в Днепр вы на Днепр Наталья на Днепр вы его сажаете полностью чтобы вот это вот даже двоя почки тут двоя почки все это было в земле вот эти вот тики слегка приподнимете чтобы было питание листя вот питание листя Вон розрастеться, вот эти вот почки, вот они есть, почки, вот, это будут уже эти паганы, где я показывала, возле куста, вот они фокусируются, возле куста они пустят паганы и на следующий год будет урожай, но на следующий год не старайтесь получить урожай, лучше пропустить и урожай вы получите через год, будет ягода мощная, вот. Вот, и тут и корень, такий мощный, цена саженцев 100, 150, 200 гривен саженец, все зависит от самого саженца, от его корневой системы, ну, это прекрасно, вот, бачите, саженец. Даже в дальнейшем через год, через два ви побачите, что тут він, возможно, будет рости пусти корешок и отсюда уже піде новая ветка. Вы можете потом через два года отделить, если туда приберетесь в корневую систему, разделить, если вам это надо, и будет у вас уже трошки больше, если это вам надо. Если не надо, оставляйте саженец жить так, как есть. У меня ежевика живет от моего сына 20, уже 21 год, у меня ежевика, от сколько моего сына, столько и ежевика живет на одном месте, на одном месте живет ежевика. Я ее не пересаживаю, это не малина. Ну, и вот, капсулируем и отправляем. Вы меня, я думаю, поняли, что ветки, даже вот по этим вот корешкам, вот это в землю, вот это в землю, тут остается только при поверхности. В землю максимально больше. И яму надо, чтобы в яме было много воды. Вот много, а сверху вы просто залейте, дабы вышел воздух, и замульчируйте. Вот так. Укрытие я никак и не применяю, ну, а вы уже дивитесь по обстоятельствам, яка будет зима. Мы не знаем, яка будет зима. Вот по этому тоже саженцу, вот аж сюда. Цей можно тоже прикопать и чуть-чуть его приподнять для питания. Так все его прикопать. Вот его почечки, вот они, вот посередине, но не фокусируются. Сейчас уже их батарея седает на телефон. Все, я отправляю, все это подписываю, кто меня заказывал. Вот аналогично, так же, как и малина, в один пакет. И потом, это что ежевика, и второй пакет. И потом будем упаковывать все в короб. И еще будет дополнительно один пакет. И я иду копаю саженцы клубники. Тоже есть заказ на клубнику, ребята. Кому надо саженцы клубники? Ежевика, Малина, Крижовник. Обращайтесь по номеру телефона 067-347-68-32. До этого номера подключен в Viber. Пишите мне в Viber. Я сейчас иду, нося телефон на зарядку. Потом прийду с вами, свяжусь. Смородина, черная. А дополнительно, что упакуются у нас вот такие большие пакеты. И ставятся в короб. Сохраняем еще влагу.